Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Сегодня мы представляем оригинальный телескоп Solarix 114x500 от известной немецкой компании Bresser. Производитель рекомендует его как компактную модель для начальных наблюдений Солнца, Луны и планет. Что же, давайте познакомимся поближе. При первом взгляде на длинную упаковку телескопа мы были слегка озадачены. Неужели он такой большой? Или перепутали модель? Ответ нашелся внутри коробки. Телескоп оказался компактным, но полностью собранным. То есть труба уже закреплена на треноге с монтировкой. И это плюс, новичку остается только установить окуляр и можно приступать к наблюдениям. Тренога телескопа обычная, с раздвижными алюминиевыми опорами и с вилочной азимутальной монтировкой. Механика достаточно простая, балансировки нет, поэтому потуже затяните винты треноги и крепления трубы. Сама труба оригинальная, она обтянута полимером, имитирующим модное сейчас карбоновое волокно. Это придает телескопу очень броский презентабельный вид, и он безусловно будет украшением любого интерьера. Роль пылезащитной крышки выполняет солнечный фильтр в яркой оправе желтого цвета. Фильтр достаточно прочно сидит на переднем фланце трубы, и можно не опасаться, что его сдует ветром или неосторожным прикосновением. Фильтр необычный. Он изготовлен не из тонкой пленки фольги типа Астра Солар, а из более толстой лавсановой пленки. Это плюс для надежности фильтра и безопасности наблюдения солнца. Пленка полностью блокирует инфракрасное и ультрафиолетовое излучение и дает не серое, монохромное, а цветное желто-оранжевое изображение Солнца. И еще надо отдать должное компании Брессер. Кроме обычной инструкции к телескопу, в комплекте есть подробное руководство по использованию солнечного фильтра и мерах предосторожности при этом. Заглянем внутрь трубы. Перед нами классический рефлектор Ньютона. В нижней части в пластиковой оправе установлено главное зеркало и механизм его юстировки. Отметим также отличное чернение внутренней поверхности трубы. В верхней части закреплен узел диагонального зеркала. Три металлические растяжки и пластиковый стакан с винтами юстировки. Размер диагонали вполне достаточен и апертура не обрезается. Фокусер, как у всех телескопов такого класса, реечный, пластиковый, с посадкой 1,25 дюйма. Ход механизма легкий, достаточно плавный, присутствует небольшой люфт. В комплект аксессуаров входят, искатель с красной точкой, два окуляра Кельнера 25 мм и 9 мм, бюджетная двухкратная линза Барлоу и еще одна изюминка адаптер для смартфона. Адаптер пластиковый, выполнен в виде овала с силиконовыми присосками с кольцом и зажимным винтом для крепления окуляра, а также страховочной резинкой. Для фото лучше использовать окуляр с большим выносом зрачка. Из комплектных это окуляр 25 мм. Вставим его в кольцо таким образом, чтобы наглазник был на уровне присосок. Включим камеру смартфона и расположим его так, чтобы поле зрения окуляра было круглым и симметричным экраном. Прижмем смартфон к присоскам, и закрепим страховочной резинкой. Теперь осталось установить всю конструкцию в фокусер телескопа, подстроить резкость и можно проводить фотосессию. Или же показывать небесный объект на экране смартфона сразу нескольким друзьям. Луна будет занимать примерно одну треть поля зрения окуляра 25 мм и на ней будут заметны только самые крупные детали и кратеры. Однако используя зум смартфона, изображение Луны можно увеличить до размера экрана. Или даже больше. Количество подробностей при этом возрастет. Такая же ситуация и при фотографировании солнца. Не забудем одеть фильтр. Солнечные пятна хорошо заметны лишь с применением зум смартфона. А вот Юпитер на смартфоне оказался смазанным пересвеченным пятном без подробностей. Но зато заметны спутники. Визуальные наблюдения начали с тем же окуляром 25 мм увеличение 20 крат. По земным объектам картинка перевернутая. Контраст понижен из-за значительного бликования дневного света в глянцевой трубке фокусера. Ночью по небу на таком же увеличении и с тем же окуляром блики отсутствуют, контраст нормальный. Поле зрения не очень широкое, но звездное скопление Плеяды помещается полностью. Для просмотра Луны использовали комплектный окуляр 9 мм. Увеличение его оказалось меньше 50 крат, но картинка изобиловала множеством деталей. А вот по Юпитеру мы применили некомплектный окуляр 5 мм. Несмотря на значительные вибрации монтировки, на увеличении 100 крат заметны экваториальные пояса и спутники планеты. Что же, подведем итог. Телескоп подтвердил свою оригинальность как по внешнему виду, так и по комплектации. Оптические возможности так же соответствуют своему классу, а вот механику хотелось бы мощнее и удобнее. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Конечно мы не можем рекомендовать этот телескоп опытным астрономам-любителям в качестве продвинутого солнечного телескопа. Но для начальных наблюдений Луны и Солнца, а также для первых астрофото на смартфон он вполне подойдет и будет хорошим подарком подростку. Кроме того, при некотором опыте с дополнительными окулярами, можно использовать его и для наблюдения других астрономических объектов. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.